Всем огромный привет, друзья! Это Универ Ньюз в студии Регины Якупова. Присаживайтесь удобнее и мы начинаем рассказывать о самых главных событиях дня. Сегодня в выпуске. КФУ провел конференцию совместно с Китайским университетом. Робот Аркаша сделал свои первые шаги в стенах университета. На фестивале День первокурсника провели флешмоб. История Китая велика и разнообразна. Ее можно изучать вечно, но так и не узнать до конца. Однако, благодаря Казанскому университету, тайны истории стали еще ближе. Представители Поднебесной ответили на все вопросы и не только. Подробности далее. 6 октября в Институте международных отношений истории и востоковедения КФУ состоялась 9-я международная научно-практическая конференция «Россия-Китай. История и культура». Данная конференция проводится университетом совместно с Институтом Конфуция на базе Казанского федерального. В ее работе приняли участие и выступили с докладами сотрудники Института Дальнего Востока РАН, редакторы журналов и представители китайских вузов. Актуальность обсуждаемых тем вызвала живой интерес и у студентов. Участники и гости конференции рассмотрели не только научные исследования, посвященные вопросам развития и взаимодействия двух стран, а также затронули тему укрепления научного диалога между учеными всего мира. Любой желающий мог посетить открытые лекции гостей из Китая, знакомящих с особенностями китайской культуры, как говорится, не понаслышке. Данная конференция, на мой взгляд, она является данью уважения Казанской школе востоковедения, которой на следующий год, в 2017 году, исполнится 210 лет. О чем рассказывает Всемирная сеть сегодня, предлагаю узнать в нашей традиционной рубрике «Веб-ньюз». 5 октября на встрече с ректором КФУ Ильшатом Гафуровым Хунэнский педагогический университет Китая предложил создать совместно с КФУ Международный университет. Решение расширить сотрудничество представителей Китайского университета приняли после успеха Института Конфуция КФУ. Проект Республики Татарстан вошел в тройку лидеров на 5-м всероссийском кубке за звание «Лучший инновационный регион России-2016». Победителя выберет интернет-голосование и Новый Кап до 20 октября. Две татарстанские школы вошли в число 20 лучших в стране, среди них 131-й Казанский лицей. Всего в числе 500 лидеров по России 21 татарстанская школа. Урезали бюджет проведения чемпионата мира 2018 в Казани. Общая сумма сократилась на 20% на 1 миллиард рублей. С 10 по 13 октября в Казани пройдет первый всероссийский студенческий форум профессиональных образовательных организаций. Опытные специалисты и эксперты будут обучать лидеров и руководителей студенческого самоуправления со всей России. 5 октября состоялась игра между Атбарсом и Астанинским Борысом. Казанцы победили со счетом 4-0. Баскетболисты Уникса также праздновали успех 5 октября в столице Казахстана, обыграв местную Астану со счетом 84-68. Планетарий КФУ в эту субботу пройдет всероссийская контрольная по астрономии. Проверить свою астрономическую грамотность сможет любой казанец. В Елабужском институте КФУ прошла встреча молодых филологов с лауреатом литературной премии имени Марины Цветаевой Сельмой Ансирой. Студенты внимательно слушали историю знакомства с творчеством великой поэтессы и задавали гостей вопросы. О том, как прошла встреча, узнаем далее. 5 октября в Елабужском институте КФУ прошла встреча студентов с переводчиком художественной литературы, критиком, лауреатом литературной премии имени Марины Цветаевой Сельмой Ансирой. Она посещает Елабугу уже не в первый раз. По ее словам, история любви с этим городом началась уже давно. В начале встречи Сельма Ансира отметила, что ей очень приятно общаться с молодыми филологами, которые, как она, когда-то выбрали именно это направление. Сельма Ансира призналась, что когда была студенткой, хотела преподавать, но знакомство с творчеством Марины Цветаевой все изменило. Я хотела сегодня сказать студентам, молодым учителям, тем, кто еще в университете, чтобы они занимались тем, без чего им нельзя жить, чтобы они занимались любимым делом, тем, что считают просто жизненно важным. Уже более 36 лет деятельность сеньора Ансира связана с творчеством этой великой поэтессы. Она перевела практически все прозаические произведения Марины Ивановны, а на испанском языке вышло несколько сборников стихов. Общаясь с лауреатом литературной премии, студенты, пользуясь возможностью, задавали гостям вопросы о ее любимом произведении, о сложности перевода стихов Цветаевой и другом. Очень символично, что вчера в городском зале современного искусства состоялось открытие фотовыставки работ Сельмы Ансира. Мы действительно, как филолога, мы изучаем очень много различных произведений и сталкиваемся с именно вот этими трудностями, наполненностью, контекстом каким-то, который не просто это прочитал и понял, а именно можно искать какую-то дополнительную информацию, чтобы до конца понять, что хотел именно передать автор. И поэтому стало очень интересно то, как передать вот это все богатство, которое хочет сказать автор, в контекст другой литературы, чтобы не только автор-переводчик понес какое-то свое субъективное мнение о данном каком-либо произведении, над которым он работает, а именно передать ту ниточку, которую хотел сказать автор. То есть все эти образы, все эти какие-то символы передать именно носителям другой культуры. Наверное, было все-таки приятно, как представителю тоже русской культуры, слышать, что она очень рада знакомиться с нашей литературой и начинаешь после таких слов гордиться именно достоянием, то, что мы к этому тоже как-то причастны. Помимо переводов стихов и произведений, она уже давно увлечена и фотоискусством. И свою профессию переводчика сеньора Сельма сравнивают с отражением в воде. Чем лучше передан авторский замысел, тем отраженная картинка чище. Анна Глазунова, Екатерина Сайбель, Айдар Салихов, Универньюз. Ученики IT-лицея КФУ поздравили своих педагогов с профессиональным праздником. Как прошел праздничный концерт, узнаем далее. День учителя прошел в Казанском IT-лицее в минувшую среду. Ученики поздравляли своих педагогов яркими номерами, дарили им цветы и хорошее настроение. Так же, как учителя дарят детям свои знания и заботу. Решила стать учителем, потому что я всегда хотела изменить мир и изменить мир к лучшему. А когда мы растим новое поколение детей, и мы действительно ощущение того, что ты можешь научить детей чему-то новому, ты можешь сделать их чуточку лучше за счет своих знаний, умений, навыков, за счет своего воспитания, это невообразимое чувство. С одной стороны, это, конечно же, ответственность, а с другой стороны, это большое счастье. Чтобы оценить труд преподавателей, не хватит всех слов и праздников мира. Но ученики лицея постарались на славу и устроили грандиозный концерт для своих наставников. Ребята точно знают, учитель — это почетно. Учитель — это человек, который не только дает знания, но и воспитывает. Учитель — это наставник жизни. Желаем им дальнейшего благополучия и самых хороших учеников. И сами преподаватели гордятся своей профессией и благодарят своих учителей. Быть учителем в IT-лицеи и вообще во всей структуре КФУ — это на самом деле очень почетно. И самое интересное, что здесь работает мой учитель русского языка и литературы, которая в свое время уже помогла мне найти для себя такой путь. Праздник в стенах лицея прошел ярко, энергично и весело. И ни один учитель в этот день не остался без внимания и заслуженной благодарности. Елена Селезнева, Ленар Довлютьяров, Универньюз. В сентябре стали известны имена студентов и аспирантов, получивших, пожалуй, самые значимые и престижные в Российской Федерации стипендии. Президента и правительства, назначаемые за выдающиеся способности и достижения в учебной и научной деятельности. С одним из обладателей престижной стипендии, студентом 4-го курса КФУ Нуриславом Шуйхаддиновым, поговорила наша съемочная группа. В наше время у российских студентов есть возможность выиграть различные стипендии. Это и признание научной работы молодых исследователей, и приятный денежный бонус. В этом году обладателями только стипендий правительства Российской Федерации стали 588 студентов российских вузов, обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры. Из них 13 – учащиеся Казанского федерального университета. Нурислав Шуйхуддинов – один из тех, кому посчастливилось получить престижную стипендию. Свои исследования он проводил на базе OpenLab экстремальной биологии. Работа студента заключается в установлении роли одного гена в ангидробиозе, в процессе почти полного высыхания ряда живых организмов, в частности, одного вида комаров-звонцов и тихоходок. Смотрим, может ли этот ген участвовать в этом процессе, то есть имеет ли он роль какую-то в этом процессе или нет. Я работаю над каким-то маленьким кусочком вот этого большого проекта, а сам большой проект имеет, конечно, практическую направленность. А так, да, это пока фундаментальная проблема, то есть ее надо решать. В будущем Нурислам планирует поступить в магистратуру КУФУ. Также молодой ученый намерен продолжить исследование в стенах открытой лаборатории «Экстремальная биология». В принципе, молекулярная биология – это такой, скажем, тренд в биологии. Пишутся в большое количество статей, выпускают большое количество журналов, конференций. И я думаю, что это большая перспектива в будущем, потому что этим важно и нужно заниматься. Диана Вакян, Роман Самарин, Универ Ньюс. Стремительный прогресс современности меняет нашу жизнь, в том числе и сферу образования. Каким оно будет, образование будущего, мы узнали, каким его представляют студенты КУФУ. Современным студентам сложно представить возможность обучения без современных технологий. Интернета, компьютера, принтера. Век назад студенты и мечтать не могли о том, чтобы, не выходя из дома, получить доступ практически к любой информации в мире. Мы решили узнать у студентов КУФУ, а как они себя представляют обучение в далеком будущем. На большом уровне, наверное, скорее всего. И связано будет с какими-то, не знаю, электронными, скорее всего, открытиями. И все перейдет более-менее на легкие какие-то учебники. Может даже, скорее всего, как там планшеты называют. Потому что реально достаточно тяжело носить тяжелые учебники и тетради. И это очень сильно раздражает. Я считаю, что оно будет дистанционным через интернет. И не будет никакой необходимости посещать вот так вот лекции очно. И можно будет, находясь в Антарктиде, получать образование Гарварда. Я смотрела какой-то фильм, фантастику, и там надевают буквально человека шлем. И он там проводит пять минут, и он уже все с дипломом специалиста и едет работать куда-то в дальнюю планету. Наверное, будет так же. Все лучше и лучше будет. Потому что у нас очень массовый набор иностранных студентов. Плюс у нас преподаватели очень хорошие. Они обучают по высшему уровню. Я думаю, что в будущем будет все лучше и лучше. На сегодняшний день мы не можем осознать, какие огромные перемены нагрянут в учебном процессе в будущем. Возможно, они не будут кардинальными. А может, и будет нечто похожее на фантастические фильмы. Одно ясно – прогресс не стоит на месте. И будущее готовит для студентов еще больше возможностей. Алина Турсенбекова, Роман Самарин, Универ Ньюс. В этом году ежегодный фестиваль «День первокурсника» начинается нетрадиционным способом. Гости пришли поболеть не только за участников конкурса, но и поддержать Казань и университет в конкурсе на новые банкноты. Подробности далее. На сегодняшний день Казань возглавляет список финалистов конкурса. Студенты Казанского федерального университета не перестают поддерживать свой город и вуз в качестве символа новых банкнот. 5 октября в КСК «Уникс» прошла еще одна акция студентов «Голосуй за Казань». На входе раздавали листовки в виде 200-рублевых купюр с изображением Казанского Кремля. Также любой желающий мог сфотографироваться с большой банкнотой и выложить с хэштегом «200 Казань». Но все же главным поводом присутствия студентов в Большом зале «Уникса» послужил ежегодный фестиваль «День первокурсника». Это уже второй по счету концерт. И на этот раз свои таланты продемонстрировали Институт экологии и природопользования и юридический факультет. Фестиваль проходит уже не первый год, и студенты Казанского федерального университета не перестают удивлять своими красочными номерами. Сам фестиваль необходим для того, чтобы студенты себя реализовали в тех направлениях, которые для них очень важны. Это и вокал, это и танцевальное направление, это и стемовское движение, это и театрализованные какие-то вещи. То есть все то, что сам студент уже имел, обучаясь в школе, либо в каких-то специальных клубах, либо он сегодня хочет себя попробовать в этом направлении, как мы говорим, с нулевого цикла. Университет это делает, он поддерживает студентов, он это дает. Концертные номера получились очень яркими и запоминающимися от зажигательных танцев и вокала до нежных и душевных выступлений. И каждый пытался вжиться в свой образ и передать свои чувства зрителям. Участницы танцевального коллектива «Свободные», станцевав свой номер, поделились своими впечатлениями. Молодые юристы удивили зрителей своими творческими номерами не меньше. Большое предпочтение отдали национальному колориту. Это русские и татарские песни, также кавказские танцы. А за кулисами готовятся следующие участники, которые обещают поразить своей постановкой весь зал. У нас шикарный танец, который, наверное, зарядит весь зал, весь Суникс и подарит нам море-море эмоций. Да, у нас очень крутой номер, который будет как раз-таки предпоследним в концерте. И мы надеемся, что мы взорвем зал в самом конце и подарим людям хорошее настроение и отличное впечатление после всего концерта. Танцевальный номер коллектива «Индекс-8» полностью оправдал ожидания. Своим танцем они буквально взорвали весь зал. Всеми знакомые образы из «Отряд самоубийц» Джокер и Харли Квинн показали небольшую историю своей безумной любви. Иззавета Ефтефеева, Ленарда Влетьяров, Универ Ньюс. Робототехника везде. В медицине, в армии, в промышленности, в лаборатории Казанского федерального тоже делают свои шаги в разработке роботов. Первый шаг робота Аркаши видела и наш корреспондент Анастасия Иванова. Сотрудники лаборатории инженерного института Казанска федерального университета специализируются на медицинской робототехнике. Они занимаются созданием робота, который будет оказывать первую медицинскую помощь в зонах чрезвычайных ситуаций. Для поиска пострадавших разрабатываются двуногие и четырехногие роботы с хорошей проходимостью в условиях сложных рельефов и завалов. Совместно с ними должны использоваться беспилотные летательные аппараты, функцией которых является разведка местности, разведка путей прохода, поиск пострадавших, предварительный поиск пострадавших, которые уже в дальнейшем будут вестись указанной робототехникой. То есть двуногие и четырехногие разбирают завалы, переносят пострадавших в некую капсулу, которую еще предстоит разработать. Роботы используются по всему миру во всех сферах человеческой деятельности. В КФУ, помимо роботов-медиков, разрабатывается и промышленная робототехника. Они могут заниматься сваркой, покраской, сборкой механизмов, не мешая при этом человеку. Ведь роботы уже давно способны взаимодействовать с людьми, чувствовать их приближение и корректировать свое движение относительно человека. Стойте на месте. Видите, он почувствовал вас как препятствие. Хотя роботы очень часто напоминают нам человека, им приходится изучать все досконально и точно. Например, простое передвижение, которое мы делаем каждый день, не задумываясь, для роботов непростая задача. Робот-андроид AR600, которого студенты по-доброму называют Аркашей, пока только учатся держать равновесие. Сотрудники лаборатории Казанского университета прилагают массу усилий для того, чтобы научить полутораметрового металлического человечка свободно ходить, удерживая равновесие. В свои полтора года Аркаша делает примерно то же, что и ребенок в его возрасте. Пока ученые работают над созданием алгоритмов для планирования работы роботов, студенты и школьники отрабатывают свои навыки программного управления андроидами на тренажерах и 3D-моделях. Сегодня роботы различают жесты и человеческие голоса. Завтра они научатся понимать наши мысли и желания. Как признаются ученые, эту эволюцию уже не остановить. Хотим мы этого или нет? Анастасия Иванова, Руслан Розаев, Универ Ньюс. На сегодня это все. Делайте вещи, которые вам нравятся и встречайтесь с людьми, которыми вы себя чувствуете хорошо. И тогда все будет хорошо. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова